85-летняя Людмила Васильевна копила деньги на ремонт крыши и фундамента своего дома. Теперь об этом, видимо, придется забыть. Все свои накопления, а это около 1 миллиона рублей, она передала курьеру. И все для того, чтобы спасти дочь, которая якобы спровоцировала ДТП и у нее серьезные проблемы с законом. Именно об этом пенсионерке по телефону сообщили мошенники. Начали спрашивать, вернее, не спрашивать, а говорить, что моя дочь шла неправильно по дороге, вот, не по правилам. И ее сбила девушка молодая и тоже попала в аварию. Значит, моей дочери поломали два ребра, грудь, голова, а которая сбила ее, она вообще еще хуже. На лечение всех участников происшествия якобы срочно требовались деньги. Поначалу потерпевшая даже записывала на листок суммы, который ей называли мошенники. Но итоговый счет был просто запредельным. Я спрашиваю, мне сколько надо? Больше миллиона, сказали. Ну, где же я возьму такую сумму? Ну, представьте, какое состояние было. Меня прямо отколотило. Я стала собирать деньги скорее. За деньгами на спасение дочери приехал молодой курьер. Его заметили соседи и даже в дальнейшем узнали на фото, которое им показали оперативники. Я мне, главное, так сказали. Я считала деньги, собирала, что же мне, надо же было это, да. А мне опять звонят и говорят. Вы что, целый час, говорит, стоит ребенок, это мальчишка около вас, а вы не выходите, не даете. И мне сказали, значит, два полотенца, чтобы я дала. И вот деньги упаковала в полотенце. Вот так вот. Ну, я это и сделала. Как же я могу отказаться, чтобы моего ребенка не спасли? А вот тот самый задержанный курьер в соответствующем его роду деятельности помещении. Молодой человек подозревается в совершении трех мошенничеств. По следственному управлению Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации Энгельска-Саратовской области расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, части 2 статьи 159 и частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый выезжал по адресам, указанным мошенникам, откуда забирал денежные средства в миссионеров, введенные в заблуждение неустановленными лицами. Проще говоря, начало трудового пути для 18-летнего курьера может закончиться серьезным уголовным сроком, ведь он прекрасно понимал, что его заработок носит криминальный характер. Сотрудники полиции напоминают, чтобы не стать жертвами злоумышленников, гражданам необходимо проверять информацию, полученную по телефону у родственников, представителей банков, организаций, тем более если вас просят произвести какие-либо действия, связанные с передачей денежных средств. Ни при каких обстоятельствах нельзя разглашать персональные данные о себе и об имеющейся наличии в банских картах. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.